Начинаем литературную передачу. Послушайте рассказ финской писательницы Аулики Оксенон «Мужчина в чёрной рубашке». Читает Ирина Маликова. Разноцветные сухие кленовые листья вдруг потеряли всякую привлекательность. Мы выбросили их и застыли на камне, наблюдая, как к посёлку подъезжают машины. Их много. Они движутся одна за другой и образуют большой круг на площадке. На прицепах золотом нарисованы какие-то завитки, змеи и львиные головы. Мечта, очарование, радость. Какие краски! Жёлтые, серебряные, красные, как огонь. Я беру вилью за руку и тащу за собой. Мы сбегаем с горы. Крапива не обжигает. Ноги не проваливаются между кочек. Кусты не царапают. Захватывает дух. Сердце вырывается из груди. Под ногами лопается брусника, истекая кровью. Камни, костиника, папоротники, канава. Братишка падает. Он даже не плачет, хотя на коленке появляется большая ссадина. Я смахиваю с неё землю. Сейчас даже некогда послюнявить её и приложить берёзовый лист. Прыгай, вилью! Прыгай! Все уже на площадке. Сисколовелла, у которой был нарыв на ноге. Саккари. Лассе. Воображал и Суняйнен. Лохматые Иеро Вехко. На мамином велосипеде. Мы подходим как можно ближе. В вагончике открывается дверь. Мужчина ставит у порога лесенку. У него странное сморщенное лицо и чёрная рубашка. Мы таращим на него глаза. «Чёртовы сопляки!» — говорит он. И прогоняет нас. Отходим подальше и заглядываем в щели между вагончиками. Мужчины посыпают площадку жёлтыми опилками. Опилки висят в воздухе, как дым. Почему у них нет жемчужных жилетов, жакейских сапог и хлыстов? Только одна женщина красива и благородна. Она настолько прекрасна, что ей и не надо ничего делать. Она стоит, прислонившись к вагончику и распустив волосы. Подходят сёстры Сунянин. У них одинаковые ноги, толстые, как брёвна, и пунцовые щёки. Они сразу начинают хвастаться, что пойдут в цирк. А нам неохота, — говорю я. — Почему? — Потому что у них нет слонов. Да потому что вы не можете. У вас нет денег. Ах, нет, как бы не так. Да мы же знаем, что нет. У вас ведь отец, бродяга. Мы бросаем в сестёр Сунянин песком. Они отвечают тем же. Щиплет глаза. Я хватаю кусок доски и швыряю в них. Девчонки хотят догнать нас, но они плохо бегают. Сёстры кидают у нас камнями, но попасть не могут. Мы не пойдём в цирк. Это правда. Душа болит. Прямо вся разрывается. Мы бродим по площадке до темноты. Зажигаются огни. Красные лампы блещут, как горящие маки. Звёздные арки пульсируют. Человеческие тени качаются в возникших на площади столбах. Из шапито доносится музыка, а в нос ударяет особенный запах, терпкий и душный. Это, наверное, пахнет лев. Или змея. Змеи же не пахнут. Вилью выдумывает всякое. Ему ведь только пять лет. Я смеюсь над ним. Какой-то мужчина начинает выкрикивать в микрофон. Фокусник. Лев. Африканский глотатель огня. У брата округляются глаза. Огонь нельзя глотать. От этого можно умереть. Может, у него в горле какая-то трубка? К воротам в свет прожекторов выносит большой помост. На него запрыгивает удивительный негр. Он без рубашки, в какой-то коротенькой шелестящей юбке. На шее звенят бусы и обручи и зубы хищника, крокодила или гориллы. Покачивание бёдер, топот ног, раскатистый белый смех. В руках у него труба, в которую он кричит. «Аббабая лалей! Аббабая лалей! Африка зовёт! Африка зовёт!» Потом он исчезает в шатре. Нам не видно, что происходит внутри. Нам не видно, как выступает фокусник, женщина-силач. И ниоткуда не появляется добрый взрослый незнакомец, который склонился бы к нам. И подружески спросил, хотите ли вы попасть в цирк, дети? Уже поздно. Слишком поздно. Мама сидит дома и шьёт, согнувшись. После того, как она уже достаточно отругала нас, я осторожно спрашиваю её о деньгах на билет, хотя заранее знаю, что она ответит. Мы не можем позволить себе такую глупость. И к тому же у нас в доме есть собственный фокусник. Вилли уплачет в постели. Я не плачу и решаю про себя, что мы обязательно пойдём в цирк. Каким образом? Я что-нибудь придумаю. Рассказываю об этом братишке на ухо, и он сразу же перестаёт схрипывать. Аббабая лалей! Аббабая лалей! Африка зовёт! Африка зовёт! Луна светит в окно. Я всё ещё не сплю. По луне ходит человек, тот в чёрной рубашке с морщинистым лицом. Он смотрит на меня и посыпает землю жёлтыми опилками, лунными опилками, лунным песком. Я стою посреди лунного поля, и мне холодно, сиротливо, как будто я сама луна или звезда в космосе. Я иду к земле по длинной световой дуге. Если я упаду с неё, то превращусь в звёздную точку и улечу. Не сыпь свой песок, человек в чёрной рубашке, иначе я упаду и улечу далеко-далеко. Ирья! Проснись! Ирья! Вилли ещё не надел рубашку. Он уже встал. У него проступают все рёбра, как будто там внутри грабли или какие-то прутья. У него что-то было с лёгкими, но теперь всё прошло. Выглядываю из окна. Листья падают с деревьев и бегут, гонимые ветром. Летят галки, светит солнце. Мама велит нам принести дров в баню. Огонь трещит и стреляет под котлом. Мама помешивает бельё деревянной палкой. Нам приходится помогать ей в бане всё утро. У Виллио не хватает сил, чтобы выжимать простыни. Он полощет полотенца. Вилка пахнет селёдкой. Ненавижу селёдку. Набираю в ковшик воды, иду с Вилкой к помойке и поливаю её. Ем только картошку. На тарелке нельзя ничего оставлять, но Виллио всё же оставляет. Мы торопимся. Еда в животе булькает, когда мы бежим. Уже далеко заполдень. Ветер несёт пухлые облака по краю неба. Полоши пито плещутся на ветру. Старичок с бородой возится перед вагончиком, прибивает молотком оторвавшиеся таблички. Дёргаю Виллио за руку. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Мы пришли узнать, а нет ли у вас какой-нибудь работы? Хм-хм, работы. Для таких клопов, говорит он. У него во рту гвоздь. Борода шевелится и подпрыгивает. Да, чтобы бесплатно попасть на представление. Ох-ох-ох-ох-ох. Нет у меня такой работы. И даже обещать не имею права. Он качает головой и вколачивает гвозди. Руки у него большие, с выступающими венами. Мы отходим подальше. У Виллио оттопыривается нижняя губа. Но я уже смотрю на следующий вагончик. На ступеньках вагончика сидит мужчина. Тот в чёрной рубашке со сморщенным лицом. Тот, что рассыпает жёлтые опилки, звёздный песок, звёздный порошок, вызывая на душе холод и одиночество. Он небольшого роста. Почему же я боюсь его, хотя он такой маленький и щупленький? Он сидит на ступеньках и ковыряет в зубах спичкой. Его глаза следят за нами, хотя он и не смотрит в нашу сторону. Здрасте. Мы пришли узнать, нет ли у вас работы. Мужчина смеётся. Я не знаю, почему он смеётся. Ах, работы! Ну, хорошо, найдётся для вас работёнка, говорит он. Он велит нам следовать за ним. Я беру Виллио за руку. Работа! Нам дадут работу! Мужчина в чёрной рубашке ведёт нас через кусты на склон. Там натянута белевая верёвка. Она привязана к двум кольям. На ней колышутся белые простыни. Стойте здесь, распоряжается мужчина, и держите колья, чтобы ветер не сорвал бельё моей старухи. А мы потом попадём в цирк? Спрашиваю я. Точно попадём? Пищит Виллио. Да-да, отвечает мужчина. И начинает спускаться с холма. А как долго нам здесь стоять? Кричу я ему вслед. Пока бельё не высохнет. Из шелестящего кустарника раздаётся его приглушённый смех. Чёрная рубашка мелькает раз, другой. Он пропадает из виду. Дует ветер. Мы вцепляемся обеими руками в колье. Виллио стоит на одном конце верёвки, а я на другом. Палки дрожат. Мы изо всех сил удерживаем их от падения. Ветер рвёт верёвку и хлопает простынями. Подумай только, Виллио, мы попадём в цирк и увидим огненного человека. Глотателя огня. Он глотает огонь. А жар достаёт ему до живота. Наверное. Но ведь живот может сгореть. Не сгорит. Там есть какая-то перегородка. Ну, какая-нибудь огнеупорная плёнка. Какая плёнка? Ну, такая, из жести. Жестянка, а в ней вода. Холодно. Ветер бушует и вертит всё вокруг. Тёмные тучи клубятся над церковными шпилями. Тело покрылось мурашками, а ветер становится всё сильнее и холоднее. Приходится ещё крепче держаться за колья. И если мы будем плохо держать, ветер повалит их. И тогда придёт человек в чёрной рубашке, рассердится на нас, и мы не попадём в цирк. Илья. Что? Сколько нам ещё стоять? Пока простыни не высохнут. А когда они высохнут? Не знаю. Порывы ветра приносят с собой мельчайшую изморось. Наши рубашки намокают, руки мёрзнут. Ветер пронизывает тело. Он чуть не поднимает нас и пытается вырвать колья и простыни. Мы удерживаем их, сжав зубы. Илья, мне холодно. Мы должны выдержать. Подумай только, Вильо, глотатель огня. Я жду и жду, что придёт мужчина в чёрной рубашке и отпустит нас. Но его не видно. Щупай простыни, они ещё совсем сырые. Илья, я больше не могу. Вильо, давай потерпим ещё немножко, и тогда попадём в цирк. Братишка не отвечает. Его посиневшие губы едва шевелятся на ветру. Что я буду с ним делать, если он сейчас заплачет? Неожиданно налетает страшный порыв ветра, резкий и беспощадный. Он воет, бушует, ревёт. Мы цепляемся за колья, сгибаемся, качаемся. И я громко кричу, Вильо, крепче держи, не отпускай. Вильо плачет. А мне нельзя. Если имеешь дело с младшим братом и вдруг начнёшь плакать, то всё может пойти кувырком. Перестань, Вильо, не плачь. Мы потерпим ещё и попадём в цирк. Пойдём домой, ревёт братишка. У него стучат зубы, а по щекам бегут слёзы. Давай крикнем, говорю я. Чего крикнем? Позовём этого в чёрной рубашке. А как его зовут? Не знаю. Дядя в чёрной рубашке! Дядя в чёрной рубашке! Но никто не отзывается. Мы кричим громче. Дядя в чёрной рубашке! Дядя в чёрной рубашке! Уже наступили сумерки. Ветер начинает стихать. Я трогаю бельё. Оно всё ещё влажное, но не мокрое. Уверяю братишку, что скоро мы сможем уйти. Но Виллио не отвечает. Он весь дрожит. Вдруг на площадке зажигаются огни. Включаются динамики и начинает греметь музыка. Мы слышим негра. Мы слышим негра. Аббабай-я-лалей! Аббабай-я-лалей! Африка зовёт! Африка зовёт! Представление начинается! Кричу я. Мы смотрим друг на друга. Одновременно отпускаем руки. Даже не оборачиваясь, бросаемся вниз по склону, перепрыгиваем через канаву и только у подножия холма осмеливаемся оглянуться на бельё. Просто не колышется в сумерках за рябинами. Мы направляемся прямо к входу. Идём мимо кассы и билетёра, стоящего у ворот. Но тот хватает меня за рукав. Стой! Куда это вы лезете без билета? Нам не нужны билеты. У нас есть разрешение. Чьё разрешение? Мужчины в чёрной рубашке. Какого ещё мужчины в чёрной рубашке? Ну, циркача в чёрной рубашке. Я чувствую, как у меня внутри поднимается что-то тяжёлое и хриплое. Это вой. Он душит меня, но не выходит наружу. Вы не пройдёте внутрь без билета. Но нам обещали. Мы держали бельё, чтобы оно не упало. Нам обещали. Убирайтесь. Не мешайте людям проходить. Нам обещали. Он не верит нам и не хочет верить. И не знает, где находится человек в чёрной рубашке. Мне хочется визжать, прыгать, кричать. Но я не смею, потому что кругом люди. Я высматриваю чёрную рубашку. Если бы сейчас я увидела этого дядьку, то подошла бы к нему и стала бить кулаками по его чёрной груди и кричать, что есть мочь и предатель! 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 Мы разыскиваем его, но тщетно. Он, наверное, уже в шапито. Все входят в цирк. Даже сиско лавелло, у которой нарыв на ноге. Только Вильо и я остаёмся снаружи. А представление начинается. Мы его не увидим. Мы с братишкой садимся на кучу досок за вагончиками. Мы оба плачем. Так сильно плачем, что чуть не разрывается грудь. Я всхлипываю, уткнувшись в Вилю, а он в меня. И в мире нет ничего горше нашего горя. Ну, что это вас так сильно расстроило? Только тут мы замечаем деда с бородой. Он стоит у вагончика и курит папиросу с манштуком. Мы держали бельё на верёвке. Я рассказываю ему обо всём с самого начала. Вильо перестаёт реветь и начинает тыкать. Дедушка смотрит на нас, поглаживая бороду с крюченными пальцами. Вот оно что, говорит он. Так-так, знаю я этого мерзавца. Он гасит папиросу и убирает манштук в карман. Идите за мной. Вместе со стариком мы идём к билетёру. Тот злобно смотрит из-под лоби. Уж он-то нас не пропустит. Я проведу этих клопов, говорит дедушка. Проведёшь? Зачем? Под чью ответственность? Под свою собственную, отвечает дед. Ах, под свою не выйдет. Нечего важничать на старости лет. И выгнать могут. И он становится на пути, широко расставив ноги. Отойди немного, говорит бородач. И тянет нас за собой мимо билетёра. Ты ещё пожалеешь, угрожает тот. Я этого так не оставлю, это точно. Но дедушка не обращает внимания на его крик. Он приводит нас в шатёр, который заполняют люди, шум, вздохи, смех. Горит ослепительный свет. Мы садимся на заднюю скамью, а бородач куда-то исчезает. Так что я даже не успеваю поблагодарить его. На арене мужчина катается на одноколёсном велосипеде. У него на голове палка, а на ней чашка и блюдце. Он едет и пьёт горячий кофе из чашки. Вилли утолкает меня. Мы облегчённо вздыхаем и хлопаем так, что болят руки. После велосипедиста появляется клоун и пытается сделать то же самое. Но у него, конечно, ничего не получается. Он обливается кофе, а чашка со звоном падает на пол. Мы смеёмся, смеёмся до полного изнеможения, до слёз. Я сжимаю руку братишки. Она горячая, как огонь. Мы смотрим на них, на всех. Женщину-силача, льва, глотателя огня. Сердце чуть не остановилось при виде этого человека. Я внимательно всматриваюсь. Настоящий это огонь или нет? Настоящий. Мы хлопаем в ладоши и топаем ногами. Клоун чиркает спичкой и пытается проглотить её. У него из заднего кармана торчит велосипедный насос. С головы сваливается шляпа и цепляется за него. Клоун ищет её, но нигде не может найти. Шляпа сзади! Шляпа за спиной! Кричит Виллио. Домой мы возвращаемся поздно. Братик еле тащит ноги. То и дело останавливается. На вершине холма он вдруг садится на край канавы и ложится в траву. Я устал. Не могу больше идти. Шепчет он. Надо. Не могу я. Приходится взять Виллио на закорке. К счастью, дорога идёт под гору. Внизу виднеется наш дом. Братишка обмяк и висит, как мешок. Я, задыхаясь, несу его до самых ступенек. Мама выходит навстречу. Она в ужасе. Где вы были? Что с Виллио? Она сразу же загоняет нас в постель. У брата нет сил раздеться. Мама снимает с него одежду и сует под мышку градусник. Я уже засыпаю, когда она приходит и вынимает градусник. Боже мой, причитает она. Боже мой. Мама возвращается в комнату и прикладывает мокрое полотенце к колбу братика. Мне страшно. Я боюсь, что Виллио умрёт. Я думаю о нём и о его лёгких. А вдруг это я во всём виновата? Мама не спит у постели Виллио. Он говорит во сне. Он бормочет совершенной глупости. Мне хочется плакать, когда он говорит. Не отпускай, кричит он. Не отпускай. А потом о каком-то огне. Кричу, кричу. Нельзя. Огонь попадёт в горло. И ему снова холодно. Дядя в чёрной рубашке. Дядя в чёрной рубашке. Зовёт он тоненьким голоском. Я не сплю. Мама не спит. Луна не спит. Луна смотрит на меня в окно и всё понимает. Только она знает, что я чувствую. Я гуляю по лунному полю и ищу жёлтую мазь, лунное масло, холодный лунный крем. Если помазать им лоб, то станет легче. Жар пройдёт. Я ищу лунный крем для Виллио. Собираю горстями жёлтую пасту. Но посреди поля стоит мужчина в чёрной рубашке и смотрит на меня. Не хочу его видеть. Не хочу видеть его сморщенного лица. Я поднимаюсь облаком высоко в небо. Меня окружает космос. Его глубины плывут мимо в своих бледных звёздных кружевах. Я лечу и лечу. Ветер обивает шершавую поверхность земного шара. Издали, из-за звёзд, на меня смотрит луна. Круглая луна. Печальная луна. Вы слушали рассказ финской писательницы Ауликио Оксенон «Мужчина в чёрной рубашке». Читала Ирина Маликова. «Мужчина в чёрной рубашке».